Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Юлия Батталова, и вы на моём канале. Хотела немного рассказать о себе, так как давно уже одещала. Решила одеть наушники, чтобы вам было слышно. Начнём с того, как мы вообще переехали сюда, откуда мы. Переехали мы сюда полгода назад. Жили мы в России, в городе Набережная Чавель. Сами родом оттуда. Переехать я ещё решила в 2020 году. А влюбилась я в Турцию ещё в 2017 году. Мне очень понравилось оно. Тогда мы отдыхали с сыном в прекрасном городе Марморис. Мне там очень сильно понравилось. Город Марморис небольшой, маленький, но очень красивый. Там такая серпантиновая дорога, и когда по ней спускаешься, начинается как раз Марморис, и видно море и весь город как на ладони. Это очень красивый город. Когда я первый раз приехала, даже вот вышла с самолёта, я почувствовала первый раз в жизни вот этот вот воздух. Вот этот вот мягкий воздух. Мы были с друзьями, они были с детьми. И я была с ребёнком, получается. И у меня даже вот сын, он просто влюбился, он просто, ему тогда было сколько, если сейчас 14 лет, где-то 8-9 лет. 8 лет. И он просто, он, ну они были, короче, на седьмом Неве от счастья. И дети все очень были счастливы. Вообще, я бы, конечно, ещё раз съездила бы в Марморис, отдохнула бы там. Там очень приятная атмосфера. И вот самое то, что я заметила, это как раз-таки воздух и цвета. Цвета, цвета вообще всего. Зелени, солнца, небо, воздух. Восприятие было настолько ярким, что, ну, такого раньше я никогда в жизни не видела, не чувствовала. А для меня, вот, как я поняла сейчас, для меня это очень важно. Это очень важно, и это и есть жизнь, ощущения, чувства. Это самое главное. В общем, с мужем я уже давно об этом разговаривала, давно уже хотела. переехать. Разговоры были частые. Часто сначала муж не понимал, как это можно сделать, как это реализовать. Но как бы не был против. Но и не было такого прям сильного желания переехать куда-то. Больше всего, наверное, настаивала я. Почему я хотела переехать? Первое, это потому что, самое главное, это ради здоровья. Ради здоровья своего, ради здоровья детей. Так как страна мусульманская, мы из Татарстана, мы сами тоже татары. И нам, как бы, ближе, конечно, страна именно тут. Переехали мы сюда не навсегда. Возможно, изначально, как бы, планировали, может, на 2-3 года. В общем, всё как получится. Если очень сильно понравится, мы будем жить комфортно. И детям и нам, конечно же, мы бы остались здесь, наверное, и на всю жизнь. Перевезли бы своих всех родственников сюда, если было бы всё в наших руках. Но, как говорится, жизнь покажет. Поэтому мы будем забегать вперёд. Начали мы с того, что надо было решать, переезжаем мы в свою квартиру, либо же мы будем арендовать. Естественно, я пока была в декрете, года 3 я изучала этот вопрос. Три года, может, даже больше я по документам потом. По всем вопросам, в общем, всё, что нужно поэтапно. Я даже для себя записывала, вела блокнот, с чего начать, что надо сделать для того, чтобы переехать в 1 октября. Есть дети, просто так, безответственно, к этому относиться нельзя. Я решила собирать информацию. В этом во всём мне помогали блогеры с YouTube. Естественно, я смотрела разные каналы, отфильтровала всё, брала то, что мне необходимо. Брала только ту информацию, которая была необходима для меня. Выбирала город, выбирала, в каком районе жить будет удобнее именно для нас. Все районы в Турции по-своему красиво. Везде прекрасный народ. Первый раз в Турции я побывала ещё в 17-м году одна, без мужа. И, получается, второй раз мы уже поехали с мужем. Отдыхали только вдвоём, и детей. Ему очень понравилось. Потом мы решили поехать на месяц, так как нужно было почувствовать свою саму жизнь. Мы хотели снять квартиру, но не получилось. Из-за пандемии билеты мы купили уже, мы нам деньги вернули. И, так как только открыли границы, мы поехали туром в отель на месяц в Аланию, так как все... До этого я была в Мармарисе, с мужем мы были в Демре, и все очень хвалили именно этот район. И, действительно, нам здесь очень понравилось. Климат очень такой приятный, более недалеко. И у вас здесь... Погостив тут месяц, я поняла, что здесь, в принципе, можно жить, пожить, можно даже на всю жизнь. И мы решили переезжать. Начались вопросы документов, и мы постепенно их начали решать. Сначала мы думали, что мы перейдем на... Как только правила, законы начали меняться, мы поняли, что нужно покупать квартиру, чтобы уже точно знать, что мы там отстанемся как бы на два, нас никто отбудет и не будет. Нас никто не побросит уезжать из страны. Ну, так оно и случилось, на самом деле. Если бы мы уехали бы в аренду, сейчас бы нам пришлось бы уезжать. Потому что сейчас вот вышел закон, что в аренду не дают жить, не дают ВНЖ в аренде. Сначала аренду отменили белорусам, в Казахстану вроде еще, какой-то страны. И вот получается с 26 декабря начали поступать отказы по ВНЖ россиянам. Так как мы решили покупать квартиру, мы, получается, в позапрошлом году, в 21-м году, в конце года, выставили свою квартиру на продажу. Но в прошлом году, в 22-м году, в феврале, из-за ситуации в России просто перестали приходить вообще покупатели, смотреть. Изначально было очень много покупателей, приходили, смотрели. У нас квартира хорошая, была кирпичным домом, в хорошем новом комплексе. И получается, в феврале все покупатели, которые наметились на нашу квартиру, просто пропали. Дальше уже получилось так, что, наверное, месяца два вообще затишье. Ну и где-то вот с месяца, наверное, с мая, с июня начали приходить опять смотреть. Но не было конкретного покупателя. Мы решили, будем, наверное, все-таки уезжать потихоньку, на аренду. И когда уже, наверное, оставался месяц перед отъездом, то есть мы уже куплены билеты, мы уже, то есть оговоренные сроки, мы знали уже, когда мы уезжаем, появился покупатель, самый первый, который первым посмотрел нашу квартиру еще в 21-м году, в конце года. И получилось так, что он сказал, я куплю вашу квартиру, но это будет примерно через месяц. А нас уже в стране как бы не будет. Естественно, у нас был свариатер, мы оставили доверенность без права получения денег. На нее оформлена доверенность и она за нас провернула эту сделку. Мы уже здесь получили деньги и спокойно как раз в течение где-то месяца мы себе подобрали квартиру. Купили квартиру недалеко от Алании, в 30-ти километрах от Алании, город Казипаша. Почему мы купили именно здесь? Мы смотрели очень много квартир в Алании и по цене они были по нашему бюджету, но они были в таком уже как бы в потрепанном состоянии, то есть они были все не новые. На новую квартиру нам просто денег работало. И когда мы увидели в Казипаша квартиру, мы поняли, что, наверное, это все-таки Газипаша. Все были квартиры новые, а мы до этого жили в новых домах у себя в России. И как-то вот на старые дома у нас лежала душа. В общем, мы купили в Газипаша квартиру. очень много нюансов. Все просто в одно видео не вместить, поэтому постараюсь рассказать все это. Вот. Купили мы 3 плюс 1, хотя на тот момент у нас хватало на 2 плюс 1 в Алании. Естественно, после того, как мы купили цены просто улетели ввысь, я не знаю, куда эти цены направлены, но это, конечно, бешеный рост. сейчас у нас тоже данная квартира стоит больше, чем купали. Но в Газипаша еще есть возможность купить хорошие квартиры, так что если вам нравится жить в таком диком районе, где не так много туристов, пока еще не так было, потому что я считаю, что их будет гораздо больше. приезжают сюда очень много туристов много уже покупают здесь квартиры многие смотрятся и решила записать небольшой отрывок без наушников, потом напишите как лучше с наушниками без как меня лучше слышно. Так что если решились, то нужно покупать, потому что цены только-только растут. Я думаю, они даже если постоят немного, немножко может вниз и дальше пойдут. Сто процентов уверена, что будут квартиры расти в цене. вот. С чего я начала, я собирала документы в России и этот процесс занял у меня немало времени, поэтому я вам хочу дать совет, прежде чем вообще планировать сюда переезжать, сначала также возьмите ручку полотнот, запишите все, весь процесс поэтапно, что вы должны сделать, какие документы вы должны собрать, потому что документы мы на тот момент собирали все полгода, потому что пока делать, пока обновлять документы, потому что старые документы не принимают, апостелировали документы, все документы мы апостелировали в городе Казани, в России, а сами мы живем в Наверховщинах, намного лучше не добираться до туда, когда получается вы оставляете документы, их постелируете, через 3 дня где-то надо будет приехать и их забрать. Сейчас вроде как даже на Апосте нужно записываться, и уже документы делаются намного дольше. Таким образом мы переехали в город Казепаша всей семьей с тремя детьми. На данный момент старший сын у нас находится в России, мы его проводили в декабре месяце. Получается, мы приехали в августе прошлого года и проводили его в Россию в декабре. Ему исполнилось 14 лет и ему нужно было получить паспорт. и паспорт получить, и заодно он хотел сходить в свою старую школу. Он очень сильно скучал по своей школе. когда мы сюда переезжали, он был в седьмом классе, и на тот момент он не просто не хотел оставаться в России, он говорил, что я не хочу оставаться в этой школе, я хочу быстрее переехать в Турцию, то есть ему тоже очень понравилась эта страна. Тогда еще, как бы, сколько ему было, 13 лет. И, наверное, вот за эти полгода он успел повозрослеть, он начал скучать очень сильно по своим друзьям, по своей школе, по отношению. Вот это я все понимаю, я сама очень сильно скучаю, но я понимаю, что это просто, так сказать, это вот слабость. То есть удобно же, когда все знаешь, но все привык. То есть знаешь, куда пойти, где магазин, знаешь, как поговорить с людьми, то есть знаешь этот язык. Здесь, естественно, неудобства. И эти неудобства не всем подвластно преодолеть. И, естественно, особенно дети, им очень сложно. И поэтому мы не стали его напрягать, не стали его отдавать в турецкую школу, и решили перевести его на дистанционное обучение. Он учился в московской школе «Знайка». Это школа дистанционного обучения, называется «Интернатуру». В принципе, хорошая очень платформа для обучения, но были сложности. Изначально он у нас неусидчивый, он даже в школе постоянно получал замечания, потому что даже на уроке вставал один, то есть такой вот ребенок. И поэтому он у нас сказал, я как пойду в школу, посмотрю, если я решу остаться, то есть я останусь. У него там бабушка, родственники, получается. Я не стала его как-то ущемлять, как-то его ограничивать в чем-то. Если ребенок решил, я решила его отпустить. На это время, пока он долучился в 8 класс, то есть он пошел в школу, ему понравилось. Зауч директора сказали, что его примут, так как он учился в российской школе, в московской. Получилось это не сложно перевести обратно на учения школьных, и он пошел в школу. Получается, в январе, получается, после каникла, после Нового года, решил остаться в России. А мы его ждем здесь летом, в начале лета, когда учится, он приедет обратно. Возможно, даже на каникулы приедет, там по ситуации решил. И даже если приедет на лето, и решит ему здесь остаться, я с удовольствием его приведу обратно, либо пойдет в турецкую школу. То есть для меня это не проблема вообще. Я не вижу в этом сложности. Многие родители видят в этом сложности, начинают поведевать, что-то там додумывать, делать поводы. Я считаю, что ребенок это такой же взрослый, как и ты, просто это такая же жизнь, как и наша жизнь. Просто ребенка нужно оберегать, объяснять, но за него решать, что-то, за него решать, и жить его жизнь за него, я считаю, что не стоит. и нужно уметь опускать, потому что никуда он не убежит от вас. Если будете его держать вот так вот в руках, то да, он скорее всего убежит. А так нет. Это такая же жизнь, как и ваша, но просто она пришла немного позже сюда. Не просто объяснить, где что-то, где лежит, куда-нибудь заходить, и немного объяснить, как жизнь опустить. Так что, должно приехать, где-то в конце мая, в конце мая, я очень сильно жду встречи с ним, у всех очень сильно, очень сильно, дети, и у всех очень сильно, очень сильно. И помните, я в одном ролике говорила, у меня трое детей, и угадайте, сколько же мне лет. Так вот, мне 35, будет уже 36 скоро, не молодая, возраст идет. Вот вкратце примерно о нашем переезде, о нашей семье, кто мы, откуда, что из себя представляем. Хочу всем пожелать счастья, хочу всем пожелать исполнения желаний, хочу, чтобы у вас все в жизни получалось, чтобы не было страхов, чтобы вы могли себе позволить то, о чем мечтаете, будьте добрее, будьте радостнее, самое главное в жизни, счастье, радость, здоровье, будьте здоровы, самое главное мира, здоровья, добра, счастья. Всех люблю, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok